Бурю эмоций за океаном вызвала на минувшей неделе статья Владимира Путина «Призыв к осторожности из России», опубликованная в одной из популярных и влиятельных американских газет «Нью-Йорк Таймс». Если простые американцы в соцсетях, да и просто на улицах по большей части делились позитивными впечатлениями от прочитанного, кто-то в Фейсбуке снимал перед Путиным шляпу, небезызвестный кинорежиссер Майкл Мур отметился восклицанием «Вау!», а кто-то, как эта дама, радовалась возможности узнать альтернативную точку зрения по главной международной теме... Это хороший знак. У нас теперь появилось больше информации, ведь здесь эту тему освещают однобоко, а тут другая точка зрения. То истеблишмент реагировал болезненно. Мадли Нолбрайт в эфире CNN назвала статью интересной, но, цитата, надменной. В Твиттере отписались миллиардер Дональд Трамп, статья Путина – это предмет гордости для России и катастрофа для США, и сторонник удара по Ассаду – сенатор Маккейн. Путинская статья – оскорбление для интеллекта каждого американца. Думаю, что у Путина не было ни намерений всем понравиться, ни желания кого-либо уязвить. Он предельно корректен и чёток. И когда полемизирует с Обамой, который на днях выдвинул тезис об исключительности американской нации, вот оно твёрдое, изящно сформулированное предостережение, и, заметьте, никаких исторических параллелей, хотя, казалось, они напрашивались. И когда препарируют глобальные и региональные риски, которыми чревата проводимая штатами политика грубой силы, за кострами, полыхающими в Ираке, Ливии, Египте, что-то торжества демократии и светлого будущего не видно. В мире подобные действия порождают хаос. Если нельзя полагаться на международное право, а его основы подтачивает каждая силовая акция, предпринятая в обход Совбеза ООН, угадайте, кто тут чемпион, то срабатывает логика, коли у тебя бомба, тебя не тронут. Путин не поучает Америку. Путин открывает Америке глаза. И если она захочет их открыть, решать многие острые и актуальные проблемы совместными усилиями, станет проще. Соглашения, достигнутые в Женеве, уже приветствовали Лондон, Париж, Берлин, доволен и Обама. Если, конечно, верить версии о том, что сам он жуть как не хотел ударить по Асаду, но его к этому подталкивали адепты неподтопляемой партии войны. Симптоматично, однако, что Вашингтон продолжает настаивать на том, что не пригрозишь штаты сирийскому режиму расправой, Дамаск не был бы так сговорчив. Алексей Веселовский изучил обстановку. В своем субботнем обращении к нации Обама, признавая внешнеполитические успехи России, заявил, если бы не угроза нападения со стороны США, Сирия никогда бы не пошла на уступки. Поэтому группировку американских кораблей в Средиземном море оставят как главный аргумент. В общем, замахнувшись, Обама кулак решил не опускать. Президент прошел по своей улице имени убийства Бен Ладена и объяснил, почему он готов напасть на Сирию. Выступать перед страной после того, как русские сделали свое предложение, Сирия его приняла, было для него, конечно, наилучшим вариантом. Не потому, что деньги за войну были уплачены, прежде чем появился мирный вариант, а потому, что они теперь не могут вернуть эти деньги. Обаме достается и от сторонников бомбежки Сирии, и от противников. Первые считают, что нужно было атаковать, невзирая ни на что. Вторые, что об угрозах после мирных предложений России американскому президенту лучше было забыть, мол, поэтому он и оказался в положении ведомого. Как ни поверни, похоже, что Путин управляет ситуацией. Похоже, что Путин в итоге оказался победителем. Владимир Путин сыграл на Обаме, если хотите, как на сломанном банджо. Он играет с Обамой, не побоюсь этого слова, как с куклой. На самом деле получилось, что российское предложение спасло Обаму. Противодействия атакам в Конгрессе американский президент преодолеть бы не смог. А если бы принял решение бомбить единолично, нарвался бы на импичмент. На Капитолийском холме Обаме это пообещали. Да и в стране большинство было против атак. Так что мирный план оказался удачным выходом из тупика, в который Обама загнал себя сам. А то над лауреатом Нобелевской премии мира начали смеяться даже те, кто еще недавно за него голосовал. Я сторонница Обамы. Я поддерживаю Обаму. Но президенту нужна ваша помощь. Президент не может начать войну без вас. И помните, когда мы голосовали за него, то обещали поддерживать его во всем. Вот почему мы, американцы, за все, что делает Барак Обама, развернули кампанию по началу Третьей мировой войны. Третья мировая война очень важная, очень прогрессивная война. Если Обама говорит, что она очень важна, значит так оно и есть. Но теперь, когда Россия и США договорились, что химическое оружие в Сирии будет уничтожено, похоже, даже вашингтонские ястребы сложили крылья. Так называемые партии войны в Конгрессе, лидеру республиканцев Джону Боннеру, сенатору Маккейну, Кантеру и другим не осталось ничего, кроме как критиковать Обаму, что не атаковал сразу. И писать ответ Путину. Маккейн собирается опубликовать его в российском интернете. Партия войны, безусловно, хотела бы сменить режим Асада по типу того, что произошло в Ливии. Хорошо, если без тех негативных последствий, которые есть сейчас. Так что вооружение боевиков в Сирии продолжится, по крайней мере тех, кто дружится на настроен к демократическим странам. США оставили за собой право в случае, если Сирия нарушит договоренности все-таки применить силу. Хотя даже в администрации президента признают стопроцентно достоверных сведений о том, что именно сирийская армия применила Зарин против народа, у Белого дома нет. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, телекомпания НТВ, Нью-Йорк.